Вечер на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном сейчас. С вами Никита Тарула. И Алла Есина. Продолжаем обсуждать тему того, что следствие по делу 2 мая 2014 года желает и хочет провести сгумацию погибших. Однако родственники погибших выступают против этого. Говорим о том, может ли действительно это помочь делу и продвижению. Говорим прямо сейчас. У нас в гостях журналист Сергей Дебров. Сережа, приветствую тебя в эфире. Прежде чем начнем разговор, напомню телезрителям. Сегодня спрашиваем вас о следующем. Нужно ли проводить эксгумацию погибших 2 мая? Три варианта ответов. Это кощунство, это поможет расследованию. Есть другие методы. Давайте прямо сейчас присоединим к нашей беседе Владислава Сердюка. Человек, который к этому делу тоже имеет отношение и в сборе информации принимал участие. Владислав, приветствуем вас. Да, добрый вечер. Ну вот такая информация о чем говорит? Что для вас это? Это действительно шаг решительный, который поможет продвинуться в расследовании дела? Либо это очередная какая-то такая политизация, увеличение просто внимания и не больше к этому делу? Давайте начнем с того, какую цель подследуют родственники, требуя эксгумации тела. Не родственники требуют, родственники против. А, родственники против? Угу. Ну, я не вижу необходимости делать эксгумацию вообще никакой. Абсолютно. Владислав, у нас в студии Сергей Дебров, хорошо вам известный. Сереж, как ты считаешь, нужна ли эксгумация? Ну, давайте вспомним, почему родственники против и какая цель стоит. Два года назад следствие раскритиковало итоги первой экспертизы. Это, на самом деле, большой скандал, то, что назначена повторная экспертиза. Это значит, что выводы первой экспертизы пожаротехнической не устраивают следствия и есть основания считать, что они сделаны некачественно. Обычно следствием повторной экспертизы является переаттестация экспертов, то есть это скандал большой. Цель эксперта не дали ответ на вопрос о причинах смерти людей, дали достаточно обтекаемо. Вот тогда, два года назад, следователи допросили наших экспертов группы 2 мая в качестве специалистов и захотели сделать такую же, как мы, но только процессуально безукорительную. То есть, чтобы это делали эксперты, эксперты учреждения, чтобы они сопоставили динамику пожара и причины смерти людей. Здесь, прошло уже два года, я хочу отметить, то есть это не так давно было. И здесь стал вопрос о том, что имеется большое количество недомолвок той же экспертизе, которая не стала выяснять, человек отравился в дыму, каким именно соединением. Кроме того, есть слухи о том, что некоторые из погибших похороненных имели механические повреждения, имели пулевые отверстия и так далее. Если бы экспертиза поставила бы свои цели выяснить, есть ли пулевое отверстие в голове у человека, который, есть фотография, что якобы у него там две пули в голове. Но таких фотографий нет. На самом деле это не пуля в голове, это мы знаем замечательно, мы видели эти фотографии, фотографии этого человека впоследствии, то есть мы знаем, что там на самом деле было. Это можно сделать прямо на кладбище. То есть археологи через три тысячи лет могут сказать, доисторический человек был убит дубиной или, допустим, его там прокусило голову какая-то тигр, например. То есть кости, они очень хорошо хранятся. Но эксперты не ставят этот вопрос, у них вопросов нет. У них вопрос провести эксгумацию, чтобы взять ткани, чтобы выяснить причины смерти, каким химическим веществом было воздействие на человека, чтобы в результате он умер. К этому сейчас вернемся. Владислав, у вас есть понимание, почему именно сегодня заговорили вновь об эксгумации? Ну, дело в том, что эта тема, она периодически, тема 2 мая возникает и возникает как раз накануне событий 2 мая. И она, конечно же, политизирована, вокруг нее столько уже сломано копий и судеб, и хватаются за все, за что угодно. Опять какие-то возникают мифы старые о том, что люди не погибли от угарного газа, от огня, что их там убили, застрелили, что там было не 42 человека погибших, а было 300 человек погибших. Ну, это все уже опровергнуто. Если говорить о причинах смерти, то я, например, доверяю... Я знаю многих экспертов, судебных экспертов, судебных медиков, которые работают в Алигарском Перуке. Там достаточно отличные специалисты и возглавляет этот отдел по вскрытию Бориса Егорский, которого я знаю очень давно, очень давно, еще со времен работы в милиции, это отличные специалисты высокого уровня. Я их выводом доверяю. Не было у погибших в Доме профсоюзов, не было днестрельных ранений, не было. Скажите, а насколько вообще возможно скрыть точные факты экспертизы, либо их не заметить? Это возможно сделать? Это возможно, конечно, это возможно. Это... Ну, смотрите, когда я работал в милиции в уголовном розыске, была такая практика у нас. После убийств мы приезжали на вскрытие на следующий день в Вальсков переулок и с разрешения руководства судебно-медицинской экспертизы мы заходили в зал и стояли возле экспертов и наблюдали за вскрытием. Когда там эксперт, например, вскрывал труп человека, погибшего от пулевого ранения, извлекал пулю или там исследовал раневой канал, ну и так далее. И изучал там, что у него там в желудке у этого погибшего было, что у него там еще в других частях тела. И мы видели, как проводится экспертиза, как скрываются трупы. Конечно, скрыть можно. Скрыть может эксперт. Вот недобросовестный эксперт, он может, конечно, скрыть наличие пулевых, ножевых или других ранений. Он может скрыть. Но в данной ситуации... А последовательность и этапы, после которых может быть выявлена его погрешность в заключении экспертизы, какова? Вот сколько там еще звеньев? Ну, может ли только частное одно лицо решить судьбу экспертизы? Либо попутно ее будут утверждать, расследовать? И невозможно. Ну, если у кого-то есть сомнения, у органов прокуратуры или у родственников погибших они обращаются с соответствующим заявлением, там, ходатайством, назначается комиссионная экспертиза. Кроме того, проводятся различные физико-химические, таксиологические исследования, которые тоже дают дополнительную картину по причинам смерти. Но или же это может сделать эксперт самолично, или же это может сделать эксперт в сговоре с органами следствия, например, со следователем полиции или со следователем прокуратуры. Но в данной ситуации я гарантирую, что никакого сговора, никакого нарушения закона ни со стороны экспертов, ни со стороны сотрудников прокуратуры и милиции еще тогда не было. И наша группа изучала этот вопрос. И мы уверены, что не было в Доме профсоюзов погибших от огнестрельных ранений, от ударов тупым предметом или от ранений, нависленных холодным оружием. Услышали вас. Благодарим за то, что нашли возможность включиться в работу нашей студии. Владислав Сердюк был у нас на телефонной связи. Сереж, ткани спустя 4 года, они вообще могут сохраниться? Они могут что-то показать? Вот ты начал говорить о том, что, возможно, эксгумация необходима для того, чтобы установить какими-то химическими веществами. Назначена повторная экспертиза по 6 погибшим. Да. У которых в заключении смерти указано, среди прочего, отравление неустановленными газами, испарениями или дымами. И вопрос перед экспертами, в частности, и прочих, установить, какими конкретно они являются ли это, например, условно говоря, боевыми отравляющими веществами, например. Теоретически, во время первоначальной экспертизы в 2014 году должны были взять образцы тканей и законсервировать их в формолине с тем, чтобы в последствии можно было их как-то использовать. Но Владимир Саркисян сказал, что такие образцы хранятся 3 года. Они хранятся 3 года, поэтому срок уже прошел. Поэтому чисто теоретически есть теоретическая возможность в тканях, находящихся в гробу, найти, скажем, следы хлора. Но это если они сохранились в тканях. Химические вещества могут поменять соединение, может процесс разложения, химические процессы могут произойти. Но если там есть именно химические элементы, которые характерны для этого, например, хлор, который содержится в тканях какой-то части тела, допустим, в легких, в большем концентрации, чем, допустим, природного фона, значит, есть основания говорить о том, что хлор там каким-то образом был, и дальше уже исследовать. В частности. Что касается механических повреждений, по этому поводу вопросов нет. И более того, я скажу, родственники наверняка это знают, они получали тела этих людей, и наверняка это могли убедиться. Поэтому, собственно, родственники тех, которые, слухи, о которых ходят, о том, что они были убиты, у них нет требований провести эксгумацию. Вот родственники сказали, что они как раз выступают против эксгумации, потому что их устраивают результаты первой экспертизы. Ну, там, на самом деле, фраза звучит следующая, что это нужно для того, чтобы сфальсифицировать материалы, для того, чтобы подменить тело. То есть есть подозрения в том, что эксперты будут вести себя некорректно. Есть основания для таких подозрений? Скажу сразу, эксперты несут уголовную ответственность за то, что вы назвали неточностью, то, что вы назвали оплошностью эксперта. Незамеченная ножевая рана – это срок. Для эксперта это уголовный срок. Это сокрытие преступления. Поэтому эксперты, людей осматривали внутри здания, работники милиции и эксперты. Людей осматривали, участвовали в этом сотрудники пожарной охраны, которые были там с самого начала. Затем тела людей перевезли в морг. В морге произошло вскрытие под акт, под фотографирование, под фиксацию всего этого. Затем тела были выданы родственникам, которые, собственно, и захоронили. Поэтому я думаю, в такой ситуации, говорить о пропущенном пулевом ранении, тем более, там, две пули в голову, извините, это можно только слишком уж большой фантазии говорить. Тела будут отвозиться в Киев. То есть, если бы стоял вопрос о наличии механических повреждений на теле, можно было бы это сделать все на кладбище и не тревожить тело. Но тела будут отвозиться в Киев. Почему в Киев? Потому что повторная экспертиза проводится другим органом, не тем, который проводил первоначальную экспертизу. И вот здесь, возможно, у родственников есть опасения, не по части того, что тело после смерти будет беспокоить и возить тысячу километров туда-обратно. Такие же морально-этические аспекты. Да, среди прочего, не нужно это забывать, что это тоже имеется. Но самый главный вопрос – это доверие к экспертам. Скажу сразу, это повторная экспертиза во многом наша инициатива, потому что, повторю еще раз, она делается по образу и подобию, отдаленно говоря, условно говоря, нашей экспертизы. Кроме того, мы в течение многих месяцев и лет настаивали на том, что эта экспертиза, если она будет проводиться украинскими экспертами, доверия к ней не будет. Необходимы международные специалисты. И мы настаивали на том, что нужны международные эксперты из других стран. Желательно из таких стран, может быть, из нескольких, которые в сумме, в комплексе будут доверия всех сторон, которые здесь есть. В сентябре 2016 года новый тогда еще генеральный прокурор Луценко пригласил во время встречи с главой мониторинговой миссии ООН, пригласил через них экспертов со всех краев земного шара, желающих принять участие в этой экспертизе, пригласил к этой экспертизе. Теоретически такая возможность есть, она прямо предусмотрена законодательством. На практике инструкции, методики, порядка, образца писем, которые можно списать, или того, кто знает, как это делать, в стране нет. Поэтому оно протянулось на полтора года. Что касается политического аспекта, если была бы чистая политика, это происходило бы до 2 мая. Скажите, Сергей, если все-таки будет проведена эксгумация, и как вам кажется, если бы в этой эксгумации принимали участие международные партнеры и эксперты из других стран, ну вот в том варианте, в котором вы только что обрисовали, это действительно могло бы изменить ход дела? У меня информация где-то примерно полугодичной давности. Благодаря миссии ООН в Украине были найдены эксперты, которые были готовы, для которых нашли финансирование. Более того, один из этих экспертов знал русский язык, что позволило бы упростить коммуникацию с украинскими коллегами. Участвуют ли они в этой экспертизе? Мне трудно сказать. Мне трудно сказать. Я, к сожалению, это все-таки часть уголовного производства, этой информации у меня нет. Я не исключаю, что эксперты иностранные будут принимать участие в самом процессе. Насчет подмены тел, ну, в конце концов, в наше время, когда имеются такие методы исследования, как анализ ДНК, провести подмену тела, ну, не знаю, не представляю себе. Ну, и, к слову, зачем это проводить? Ну, чтобы скрыть преступления хунты и так далее, и так далее. То есть можно предположить, что имеются люди, которые в этом заинтересованы. Ну, к слову, собственно, хунты и требуют эксгумации. Ну, видимо, чтобы подменить, чтобы потом, через сто лет, никто не мог уже найти концов. Ну, так это слишком конспирологически. Да. Если по закону экспертиза должна быть проведена в течение двух месяцев, с момента ее назначения. Насколько мне известно, эта экспертиза была назначена в апреле 2016 года. С тех пор прошло уже больше двух лет. И львиная доля этого времени, больше половины, ушла именно на утрясание вопросов, касающихся участия иностранцев. Я надеюсь, что все-таки этот вопрос был утрясен, и как минимум иностранные специалисты, если не будут принимать личное участие, то как минимум смогут провести, не знаю, верификацию итогов, которые проведут украинские эксперты, и сказать, методика та, не та, способы те, не те, выводы адекватные, неадекватные. Но, повторю еще раз, если это был бы сугубо политический момент, об этом было бы объявлено где-то в конце апреля. Потому что у нас так уже складывается, что активизация следствия начинается ближе ко 2 мая, потому что нужно отчитаться, нужно рассказать, 2 мая провести пресс-конференцию, выйти и сказать, что мы тут только и делаем что-то занимаетесь. Мы это не давать нам в случае. После 2 мая идет спад интереса к этой теме. Мы видим, что наоборот. Здесь наоборот, поэтому я все-таки думаю, что наконец-то профессиональная машина раскрутилась, наконец-то новый для Украины способ проведения экспертизы все-таки как-то получился, и надеюсь, что какие-то ответы мы получим. Но без этой экспертизы ответить на вопросы, что происходило, я не говорю, должны идти виновных. Даже ответить на вопросы, что происходило так, чтобы было доверие со всех сторон, по-моему, просто невозможно. Экспертиза эта должна пройти. В каком виде, в каком формате, какие вопросы должны освещаться, это уже другой вопрос. Но не вызовет ли это волну протестов? Уже вызвало все рублей. Мы это уже видим, родственники выходили к прокуратуре, но пока что это небольшая группа людей. Но ведь их может стать гораздо больше. Тех, кто воспользуется горем людей и поддержит не столько их, сколько саму волну протестов. Это может привести к новым столкновениям. Я думаю, что мы имеем дело с традиционной ошибкой, когда понятие тайна следствия путается с понятием прозрачности расследования, вернее, конфликтует с этим понятием. Понятно, что есть вопросы, которые и по этическим причинам не должны разглашаться, и по интересам с точки зрения тактики расследования и так далее. Но что происходит? С какой целью делается это действие? Кто будет участвовать в той эксперте, если об этом... Это не является тайной. Если бы об этом сообщили бы заранее, если бы это освещали бы, для этого есть пресс-служба во всех правоохранительных органах. Если бы это происходило, сейчас ситуация была бы другая. Но в конце концов, можно было устроить встречу с родственниками погибших, чьи тела собираются эксгумировать, и в первую очередь им объяснить, для чего это необходимо? Ну, это вот уже 4 года, мы видим, что эта работа просто не ведется. А попытки нас хоть как-то в законных рамках помочь, они встречают глухое противодействие, в первую очередь, генеральной прокуратуры, к сожалению. Ну, понятно, что здесь еще будет много вопросов. Есть пару минут у нас с вами остается. Хочу услышать ваше мнение. Все прекрасно понимаем, что трагедия 2 мая это не трагедия нашего города, а трагедия всей Украины. И мы иногда видим интересы Киева в этом вопросе. Хочется понять, вот вы совсем недавно с некоторыми членами группы 2 мая, с некоторыми одесситами, были на одном из центральных каналов в Киеве и обсуждали эту тему. Как вам кажется, правильно ли понимают эту ситуацию? Или у них, даже на расстоянии 500 километров, уже другое представление о том, что здесь было? Ну, там нет нормального представления о том, что происходило. Нормального, полного. Оно постепенно, наверное, все-таки как-то вырисовывается, как-то проясняется. И мы стараемся эту информацию распространять, чтобы люди понимали, что было. Скажу прямо, многие боятся в ходе расследования выйти на самих себя, как говорится. Не потому, что они это все устроили, организовали. Нет. Потому что допустили? Даже не потому, что допустили. Дело в том, что тогда у очень многих политических сил в Одессе были свои интересы. И в итоге конфликт которых, совместное влияние которых, совместное воздействие, оно привело к этому итогу, потому что ситуация вышла в контроле. Все думали, что в Одессе ситуация управляемого хаоса, но он оказался не до конца управляемый. И в процессе расследования всплывут вещи, которые не криминальны на самом деле. Что партия А хотела кресло такое-то, а партия Б хотела кресло такое-то. Это будут неприятности, это будут потери для рейтинга, особенно перед выборами. Поэтому все прекрасно понимают, у всех рыльцев в пушку, ну не в уголовном пушку, а в политическом пушку. И поэтому большого политического желания расследовать, выяснить, рассказать все, как там было, большого политического желания нет. Большого торможения расследования я тоже не вижу. Дело сложное, дело новое на самом деле для Украины. Таких дел в таком масштабе одно было дело в 2001 году. И насколько мне известно, первое, что делали одесские исследователи, это они запросили материалы того, делали в 2001 году, чтобы увидеть хотя бы, как это вообще расследовалось и что в итоге к чему требствия приходило. Поэтому это сложно, да, это требует профессионализма, с этим проблемой, да. Это требует желания и не несет прямых дивидендов тем, кто расследует, будем говорить прямо. Это неприбыльное дело. Тут не проведешь обыски на седьмом километре. То есть не наложешь арест на имущество какое-нибудь там. Таких интересных для следователей и прокуроров дел тут особо и не найдешь. И поэтому все хотят заняться чем-то другим. Это хотят следователи, прокуроры, судьи и так далее, и так далее. Вот дело 2 мая достают из рукава каждый раз разные политические силы. Вот в момент каких-то либо майских, ну, одни дни праздничные, другие дни трагичные для Украины, достают вот именно в эти даты. На протяжении всего остального года об этом деле, по сути, молчат. Используют это как политическую манипуляцию. Кому сегодня из политических сил выгоднее всего использовать 2 мая? Ну, в любом случае, это интереснее позиции. Причем, условно говоря, пророссийская, проукраинская позиции. Лозунг простой. Пока не будет новой власти, расследования не будет. Я не знаю, что... Ну, собственно, то, что мы слышим от Топа Блока и, к примеру, ВОО «Свобода». Ну, если мы берем крайние полюса. Я Блока Тимошенко, господи. Мы от всех это слышим. И я не знаю, что изменится со сменой власти. Появятся новые следователи. Вряд ли. Откуда они возьмутся? Появятся методики расследования. Будут проведены новые экспертизы. Ну, все это идет процесс. Поэтому, да, обещание. Как обычно, обещание много. Обещал и Порошенко о том, что это дело будет под пристальным вниманием и расследовано. Но вот уже 3,5 года расследовано. Ну, об этом и Луценко уже позже говорил. Кто только не обещал. Став генпрокурором. Ну, слава богу, сейчас в Одессе у нас есть понимание, почему. Потому что в Одессе уже есть представительство консультативной миссии Совета Европы. Мы с ними общались еще 3,5 года назад. И первый вопрос, который был при встрече, мы сказали, вот есть такое дело. Вы о нем слышали. Если бы оно случилось у вас, в Стокгольме, не дай бог, в Мюнхене, где-нибудь там, вы бы знали, как его расследовать? И мы получили четкий ответ. Дело настолько колоссальное по объему, настолько сложное, с таким количеством людей, с таким протяжением времени, с таким количеством погибших, что мы даже не знаем, с какой стороны к нему подойти. Мы бы у себя точно так же сначала бы придумывали вообще, как расследовать дела такого плана. Поэтому я прекрасно понимаю, что помимо всех возможных политических нюансов, аспектов и так далее, и коррупционных, и каких угодно, есть еще и объективная сложность этого дела, которая действительно сложная. По сути, 4 года это еще не срок? Ну, я убедился в 2016 году, что когда есть желание, расследовать можно. Можно. Когда следователь хочет расследовать и не боится. Ты говоришь, что когда Сергей Пантелеев возглавил следствие? Когда Сергей Пантелеев возглавил, когда прокурор в Киеве дело развалилось, его рассыпающиеся передали в Одессу, вдруг процессы пошли. Другое дело, еще один вопрос, какие ответы мы хотим получить? Мы хотим узнать, кто кинул бутылку в Дом профсоюзов. Об этом можем узнать только, если нам это расскажут свидетели. Стала ли бутылка причиной? Да. Ну, допустим, мы узнаем, мы создали хронологию, мы знаем, в какую минуту загорелась марикада, мы примерно знаем, примерно в какое время и в каком месте находился этот человек. Возле него были свидетели. Каждый из этих свидетелей сегодня не свидетель, а потенциально подсудимый сроком до 15 лет. Поэтому эти свидетели в жизни не пойдут давать показания, тем более не пойдут эти показания объявлять в суде, потому что следом сядут они. Поэтому при самом подходе, который избрало следствие для этого дела, это дело никогда не будет расследовано вот от начала и до конца. Главный вопрос, кому было выгодно, и кто организовывал все эти беспорядки, кто управлял людьми с обеих сторон. Истина в этом деле имеет огромное количество. Для того, чтобы получить истину, нужно получить ответ на множество вопросов. Один из них, что происходило внутри Дома профсоюзов и что было причиной смерти людей. Вот это та экспертиза, которая, дай Бог, пройдет, дай Бог пройдет хорошо и правильно, и дай Бог даст ответы. И эту часть вопросов можно будет считать закрытой. Потом можно будет перейти. Тогда можно идти дальше. Можно будет двигаться дальше, искать и интересы сторон, и участие, и взаимодействие этих сторон, и конфликт этих сторон уже может быть как-то двигаться. Понимая, что были те, которые убивали, или не было тех, которых убивали, естественно, это разные направления. Или это стечение обстоятельств. Безусловно. Вот, надеюсь, эта экспертиза ответ на эти вопросы даст, но из ГУМАСа тут опять же комплекс вопросов политических, этических, моральных и всего остального. Я думаю, что получить ответы заинтересованы практически все стороны. По крайней мере, хочется в это верить. Это кризис доверия, к сожалению, который, надеюсь, все-таки, что иностранные эксперты позволят его как-то преодолеть. Спасибо. Услышали. Благодарим за то, что пришел сегодня к нам. Журналист Сергей Дебров был нашим гостем. Уходим на короткую рекламу, после вернемся в студию и продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова